В мире ночных В мире рассчитывается примерно 70 тысяч профессий. Согласитесь, немало. Порой задумываешься, откуда столько. Ведь банально, полистав газету объявлений, встретить можно лишь пару сотен. Между тем, некоторые специальности в век техногенный успевают перейти в разряд исчезающих. Мы решили составить свой топ-лист действительно редких профессий, которые сегодня не просто уникальны, но еще и востребованы. Ага, все правильно, все правильно. Найти хорошего печника, который бы и печку сложил, и гарантию стопроцентную на свое изделие дал, нам оказалось непросто. Либо лицензии нет, либо в заработки подались. Мастер первой категории Николай Крюковский сетует. Городской уклад повлиял на профессию. Эта профессия будет востребована на протяжении человечества. Потому что в последнее время тенденция идет жить на селе, где-то вдали от города, в тишине. И эта профессия будет востребована. В век различных обогревателей, кондиционеров и микроволновок русская печь многим кажется архаизмом. Но знающие люди понимают только печь. И согреет, и накормит, и вылечит. Настоящая русская печь есть даже в доме у Билла Гейтса. В Могилевском профлицее номер 5 на, казалось бы, редкую специальность недобора не бывает. Ребята знают цену и печки, и своему труду. С этих ребят 10 человек на сегодняшний день будут самостоятельно уже работать. Ложили кухонные плиты, русскую печь ложили, камины ложили, шведскую печь. Нравится, интересно. Ну и вообще-то творческая работа. И в многом случае, многое, она пользуется своей востребованностью. Мне более нравится печник, чем камень. Им сверху видно все. В смысле трубочистам. Вот у кого дело редкое и нужное. Конечно, в сознании многих остался образ парня с лестницей и щеткой, доверной подругой-пастушкой. Нынешние трубочисты даже называются теперь по-современному газовентканальщики. А вместо щеток в их распоряжении порождение техногенного века, операционная система. Мы подносим, и у нас показывает тот результат, который будет правильным. То есть у нас показывает 1,10 мм в секунду. То есть здесь практически все чисто, и здесь все хорошо. А если же будут показывать гораздо меньше на 10%, то это, получается, уже здесь будет загрязнена труба и газовентканальщики. На весь Могилев нашлось всего три газовентканальщика. Двое из них обслуживают город, еще один – частный сектор и пригород. И хоть молодых ребят на комбинат противопожарных работ брать не особо хотят, Костя, которому всего 18, работает здесь пятый месяц. Не только красоты города и чувство высоты прельщают его в этой профессии. Константин уверен, пока не перевелись печки и вентиляции в домах, трубочистом быть. Это как бы редко, это востребовано, что я не буду сидеть без работы. И у меня тоже хороший будет заработок, и не надо будет сидеть в офисе, там, тех же самых 8 часов и на кладе. Я пришел, сделал, я свой объем выполнил, я получил свои деньги и все. Информационные технологии сделали ненужными целое направление человеческой деятельности, когда-то казавшиеся незаменимыми. Так произошло, например, с профессией чертежника. Сегодня работу, которую раньше выполнял штат специалистов, может выполнить один человек, имея под рукой компьютер и принтер. Переплетчик Ирина Шкалькова свою профессию исчезающей не считает. Более четверти века она вручную дарит вторую жизнь палеантам и семейным реликвиям. К каждой книжке нужно отдельно подойти, подумать, как ее сделать, как ее установить. Все у нас художественная работа. И не каждый здесь может работать. Где-то и тяжелая работа у нас. Например, сейчас вот с этого монастыря принесли их подшивки, журналы. Просто интересно тем, что она все время разная. Каждый день что-то новенькое, не все время одинаковое. А вот в деревне Коровчина Древенского района живет известный на всю округу красный деревщик. Эта профессия всегда считалась престижной. Ведь дорогая высокохудожественная мебель во все века изготавливалась только из ценных пород дерева. А значит, испортить ее было накладно для мастера. Сегодня, казалось бы, профессия это себя изжила. Но Игорь Липский уверяет, от желающих иметь эксклюзивную или отреставрированную мебель отбоя нет. Наконец-то у нас стали ценить ручное, наконец-то у нас стали ценить качество. Но смысл вообще надо, чтобы быть востребованным, нужно научиться делать это лучше всех. Обычно, если клиент уже появился, он меня просто уже в плен берет, скажем так. Он уже хочет одно изделие, хочет другое, хочет третье. У него уже какие-то планы появляются. Начинал работать из интереса, уже потом пришла востребованность. Так, более 20 лет все его изделия уезжают далеко за пределы области. А это знак качества. Хотя сейчас появилось оборудование, которое там через компьютеры может все делать, но это в любом случае ручная работа, она всегда теплее. Она чисто по энергетике теплее оказывается, чем машинная. И поэтому ручная мебель, это уже мебель, которая делается века. Я своим клиентам даю гарантию по жизни. В данном аппарате у нас находится змеевик, и идет постоянная циркуляция холодной воды. Благодаря чему происходит конденсация паров спирта, и в виде жидкости они уже непосредственно вытекают в нашу емкость. В данный момент это стеклянная банка. В таких стеклянных банках у нас и хранится наш продукт. Да-да, вы думаете, в правильном направлении. На этом аппарате в культурно-развлекательном комплексе «Корчмак» гонят самогон, причем абсолютно легально и лицензировано. Кто бы мог подумать, что самогонщица – это легальная профессия. Кстати, в Беларуси всего 4 места, где разрешено варить хлебное вино. Разумеется, у каждого свой рецепт. Мы изготовляем его из пшеницы. При производстве нашего напитка сахар полностью не используется. То есть мы вообще не используем сахар. Наш напиток чисто хлебный. Используем мы именно пшеницу. Почему? Потому что издавна на Руси считалась самая мягкая самогонка именно пшеничная. Она даже больше, как в наше время, даже сейчас, это считается как более женский напиток, потому что пьется намного мягче. Даже англичане, они сказали, что наш напиток ни в чем не уступает их виске. Поэтому, в общем-то, наши качества уже проверены непосредственно потребителями. Марина признается, сложно хвалить продукт, если его не пробовал, но сразу оговаривается – не злоупотребляет. Аромата за день хватает. Кстати, запах тут такой, что за время сюжета наша съемочная группа даже немного захмелела. Большинство потребителей, которые к нам приходят сюда непосредственно отдыхать, каждый из них говорит, что «ох, если бы я здесь работал, меня бы выносили в конце рабочего дня». Поэтому, наверное, на самом деле самогонщицы издревле – это всегда ближайшие женщины, так как мы более устойчивые. Свою профессию Марина считает уникальной и менять на другую не собирается. Если выбирать уже на самом деле между нашими производствами пищевыми, именно по спиртсодержащим напиткам, самогонка мне нравится больше всего. Для плотника топор, пила, ножовка, стамеска, молоток – основной инструмент для плотника. Григорий Лоскалец раньше работал механизатором в колхозе, но душой, признается, всегда мечтал о чем-нибудь более масштабном. Сейчас вот мастерит крест для будущей церквушки в этнодеревне. Плотником здесь он работает лет восемь. Говорится, в жизни у каждого свое прозвание. У меня и дед, и отец тоже были плотниками, так как, как говорится, это нашледственное. Хорошие плотники, они и редкость. Допустим, дом с рубителя баню – это надо поискать. Не все плотники рубят. Когда Сергей Хмельницкий решил создать зеленой рощи аутентичную деревню, оказалось очень проблематично найти для нее ремесленников. К Бондарю из Бобруйска направили своего ученика. Две вакансии до сих пор открыты. Все потому, что найти специалиста с накопленными навыками сегодня очень сложно. Человечество просто теряет навыки. Моя личная точка зрения, которое оно преобладало, не преобладало, а накапливало длинными веками и тысячелетиями. Теряем мы гораздо быстрее все вот это, потому что торопимся жить и по-другому на все смотрим. Если теряется, он теряется. Вот уже сколько в Слотске пытаются эти пояса восстановить, как бы, ну, проблемно, да? Любая специальность, которая от рук, она, если теряется, я думаю, она теряется быстро, но возрождается сложно. И сказать, что она у нас возрождается – нет. Как правило, надо стараться, наверное, не терять эти специальности. Искусство витражей только начинает развиваться в нашей стране. Может, потому мастер по стеклу и витражам – профессия для наших широт новая и необычная. И пока не очень востребованная. Стекло особенное, оно все должно быть одного коэффициента, чтобы мы могли делать разные композиции, оно не лопалось, потом не трескалось. Запекается стекло под температурой 800 градусов. При 600 градусах оно начинает деформироваться, как-то менять свою форму. Нина уже три года ваяет красивые вещицы для постоянных клиентов. Она уверена, ручной труд не исчезает, а начинает цениться. Может быть, наоборот, люди устали уже от этих технологий, от всего такого штампованного. Хочется работы, где есть душа автора. Тем более приятно, когда это белорусский автор. Вот он живет с тобой в городе, и вот какая-то вещь, которую он сделает, это твоя. Достаточно просто какого-то элемента, нескольких элементов в интерьере, но они будут яркие, захватывающие, и вот как-то радовать свой взгляд. Разве это вот не прекрасно где-то, когда такое что-то светится. В Комитете по труду, занятости и социальной защите обл. исполкома нам перечислили наиболее редкие вакансии, на которые сложно найти специалистов. В их числе плотники, каменщики, бетонщики. Спросом пользуются водители, продавцы и швеи. Несмотря на инновации в производстве, потребность в ручном труде все же не откладает. Если не можем трудоустроить человека, который имеет, ну, так скажем, золотые руки, или хочет научиться этому делу, мы готовы. Если не можем его трудоустроить по имеющейся специальности, то мы готовы ему оказать содействие для организации ремесленной деятельности в виде субсидий. А сегодня это немало, от 10 до 14 миллионов рублей. В зависимости, где организовывается эта ремесленная деятельность. Технический прогресс, безусловно, облегчил жизнь человеку. Но ведь не даром во все времена именно ручная работа, в которую мастер вкладывал душу, ценилась больше всего. Так может, стоит попытаться сохранить то редкое и самобытное, чтобы не потерять частичку души народа? Редактор субтитров А.Семкин